Ребятки мои, вот Радик привез на Харьковскую зерновую вот такую красоту. У меня глаза в разные стороны уничтожил он меня просто кардинально. Да, увидел в каком-то моем видео, что я говорил, что не было возможности поездить по странам, попробовать хорошего пива. Взял человек по всей Европе, проехался и купил хорошего пива. Это Бельгия, Германия и Чехия. Именно вот там куплено, не импорт, а именно там купил. Нет, именно там, половина на пивоварнях, прямо на пивоварнях. Так что, ребятки мои, думаю, сделаю серию дегустаций. Уже слюна течет, не могу говорить нормально. Ну что, парни, сколько мы здесь уже сидим? Много. Не капли. Да, задолбались все это, расписывать, что есть что. Изучать, я бы даже сказал. Все в телефонах, все, блин, слюни глотают. Хочется уже пить. Уже пить надо, да, понятно? Ну что, друзья мои, привет. Наконец-то мы собрались здесь. Я не буду, что говорить, я просто улыбаюсь. Да, много работы, лето. Да. Вот, спасибо Раду. Подзатарил нас таким пивом. Там очень много. Да. Мы сидели, конечно. Мы офигели. Перебирали часа три, наверное, каждый этикет еще с этим готическим шрифтом немецким. Надо изучить, почитать, понять, что написать. Вообще даже название не могли прочитать. Многие вообще даже не знали. Поэтому вот такие вот, как на... В алхимической лагере. Да, да, да. Такой, в старых аптеках. Написали себе шпаргалочки и будем пробовать. На этот раз мы взяли лагера. Пройдемся по лагерочкам. Да, да. Лагера светлые и темные. Тут есть и чешские, и немецкие. Поэтому начнем с них. Рулетку выпускаем. Так, так, так. Давай, давай. Жалко? Понеслась, да. Так, первое. Хочешь сразу... Уфлеку. Вот такие вот. Уфлеки мощные. Бэтсмены. Называется классная пивоварня. Уфлеку. Я слышал про нее. Вот такая, говорят, пивоварня. Сейчас мы все проверим. Со светлой души? Так, это темная этикеточка. Не этики, пробочка. Это светлая. Со светлого на числе, да? Уфлеку. Светлый чешский лагер. Смотри, 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 что происходит. Оператор слюни пускает. Да, да, да. Не обделим мы и его. Вот такая красота. На. 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 Не. Не. Ну что? Можно, можно, Виктор? Давай, давай, Виктор. Уфлеку. Вот так ставим. Уфлеку. У меня здесь до хрена пена. Пена до хрена. Ну, мне попроще. У меня тоже много. Ну, попроще. Ну, скажу, цвет классный. Просто золотой. Золотой цвет. Очень блестящий, красивый. Ну, не мутненький, да? Угу. Запах хороший, чистый такой. Никаких побочек. Чистый лагерный запах. Да. Очень приятный. Ой, какое мягкое. Какое мягкое. Вот это летний напиток. Вот это прям отправленный напиток. Ребятушки, Уфлеку держат марку. Шикарное пиво. Это на все случаи жизни, конечно. Да. Очень мягкое, очень классное пиво. Запах идеальный. Придраться вообще ни к чему почистить нельзя. Да, да. Никаких резких, выделяющихся ноток. Все в балансе. Цветочки такие. И солодовость. Хорошо. Вообще бархатное. Хорошо. Да. Такое можно, знаешь, пол-литра. Вот как правильно. Правильно, бутылка. И 0,5. Пиво, как лагера обычно пьют. В жаркую погоду приходят. Барвард. Пол-литра, да. Всадил, а потом, давай, второе. А теперь рассказывают про пьем. Да, ну можно так, посмаковать. Зачет. Темная сторона души. Слышишь, уже много такая горчинка в конце, да? Чувствуешь уже на языке, да, в конце. Мягкая, мягкая, приятная, да. Переходим на темную сторону. Да, давай ушатаем. Да. Темная флеку. У флеку. У флеку. У флеку. У флеку. У флеку. У флеку. Короче, понеслась. Свет там пропадает. Хорош. Хорош, густой такой. Ой, ну это вот, это вот, вот я люблю такой. Чистый, лагерный и немножечко такой кофейный. Поджаристый хлеб, да. Поджаристый хлеб. Ай, класс. Да, потрясно. Тоже пьется так хорошо и легко. Вообще шикарно. Ты когда-то пробовал? По запаху кажется, что такой стал таким мощным-мощным. А на язык-то когда-то такое... Вообще питьевое. Вообще питьевое, легкое, конечно. Ты когда-то пробовал темное пиво, вот такой мягкости? Не, 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 вот так, не. Ну, у меня тоже прям, ну прям у меня взрыв поменяло. Нежненько. Поменяло у меня просто представление о темном пиве. Я же и с виду, и по запаху, ну правда, ну ребят, ну стал. Ну, мало, скажем честно, мало людей любят темное пиво. Но, я думаю, любому бы просто зашло, оно пьется очень легко. Оно мягкое, оно бархатистое. Блин, ну потрясно. 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 Вообще. Удивили. Я, конечно, привык, что сразу и градусы, и плотности, но не уступает. Вообще не уступает. У меня вот другого слова нету. Бархатно. Вот оно до того мягкое, шелковистое, вот так. Нету вообще никаких выпирающих резких. Даже никто бы не заметил. Запаха, вкусов, ничего такого резкого нету. Все до того вот мягкое, кругло. Ну, Марк, кто держит, ребята, конечно. Ребятки мои, блин, вот обязательно. У кого есть возможность, попробуйте. У Флеку тьмавый лежак. Тьмавый лежак вас реально удивит. Не говорю, что светлый хуже, но светлый просто именно, классно, пить его, и вообще просто для... А это именно удивить. Просто удивить. Да, шикарно. Просто. Понеслась дальше? Обязательно. Обязательно к употреблению. У нас Zoom Loven Brawl. Неплохо. Хопфенлёв. Хопфенлёв. А более подробно? Эээ... Я специально. Ну... Ну, пиво, однозначно. Пиво. Да, это пиво. Это лагер, который мы сейчас попробуем. Хопфенлёв. Пилснер. Ну, это уже проще. Да, а тут написано Пилс. Ашпынь. А это прям такое золотистое, да? Ну да, вообще. Хрусталь такой. Да, шампань. Такое прозрачное, соломенное от цвета. Уже гласные затягиваются. А у нас ещё артиллерия такая. Треть основной артиллерии. Подготовка. Так, ну, соломенный цвет, прозрачность, золотистость. Золотистость красивый, да. Слишком яркая. Красивый. Ну, карбон... Ух ты, хороший запах. А, прям солодовый-солодовый такой. Солодовый. Нет, даже банановый. Да нет. Как пшеничный. Как пшеничный отдает пшеницей. Он пшеничными нотами отдает. Или медовыми такими. Вот как, знаешь... Может быть, медовыми. Сладость банановая. Бананово-медовая какая-то сладость. Вот сладкий-сладкий такой запах. Как будто сахар карамельный. Ну, не карамельный. Ну, ты попробуй. Типа меда. Ну, попробуем. Сладковато. Чуть-чуть. И потом ровненько. Ну, очень сладкий запах. Сладкий запах медовый такой. Терфекто. Сынули понравился. Терфекто. Бониссимо. Ну да. Сладковатый. Сладковатый. И вкус, и запах. В принципе, все сладковато. Не раздражает, но... Вот этот аромат сладковатый. Ну... Все чистенько. Не, чистенько-чистенько. Все чистенько. Ну, такой пилс, скажем так. Горечи нету. Нету горечи совсем. Вообще. Чуть-чуть сладковатое. Потом такое тело легкое. Можно было сказать, немножко водянистое. Ну, да. Ну, после флеку так вообще, да? Не, ну, после флеку, конечно, там ребята постарались крепко. Да. Очень хороший, средний... Лагерок. Ароматный лагерок, да. 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 С сладким таким... После пустя. Светочным бананово-медовым ароматом. Мы четвертую будем продолжать. Съемка идет. Мы еще до половины не добрались. Едеть. Вот и куда я попал. Так. Ротхаус пилс. Ахмеленный пилс. Да. Вот такая штучка интересная. И я про него все прочитал. С шишечками. С шишечками. Танемзап зёбфли. 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 Так же пилс. Да, пилс. По идее, ахмеленный. Открывай. По идее, в гореще. Ну, посмотрим. Ну, да. Слушай, ну вообще прозрачный, прозрачный. Прозрачный, прозрачный, прозрачный. Вообще такой. Бледно-соломенный. Слышишь, ну... Что-то я не вижу, ахмеленки? Ахмеленки нету. Я думал, прям ёлки что-то... Ага, вот такая картинка, посмотри. Ты так иголками... Нюхнёшься и иголки вытаскиваешь. Ёлка побежала. Нет, ну такой хмелёк. Простой хмелёк. Да, простой хмель. Что-то такого. Или бланк, или какой-нибудь... Татин... 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 Татинных. Нагер или как он... С горечью, в принципе. Вообще горечи. Вообще горечи нету. Ну, чуть-чуть же съесть. Вообще нету. Ну, шо у нас? Нету горечи. Лёгкий, водянистый. Знаешь, как... Это велосипедное пиво, да? Ну, то есть его можно там... Бум-бум-бум-бум. Ну, вот. Вот такое пиво надо было... Начинать. В баклажках, да. То есть его можно... Ну, оно лёгкое, абсолютно. Вообще-вощий или каче? Очень качественное. Качественное, да. Никаких побочек. Всё очень хорошо. Лёгкий хмелёк. Мы же дали просто другого. Да. Горечи нету практически. Очень лёгкое, практически без тела. Такое питьевое, летнее. Экватор в вашей дегустации. Это название? Не-не-не-не. Это приматор. Лежак. Одиннадцатипроцентный. Чешский пилснер, по идее, самый... Самый чешский пилснер, что ни на есть. Да, что ни на есть. Как он должен. Светлое, лёгкое чешское пиво. Посмотрим, что оно из себя представляет. Такой золотистый цвет. Более такой янтарь пошёл. Забирай. Итак, друзья мои, приматор. Одиннадцатипроцентный чешский лежак. Лежак. Да. Цвет золотистый такой, очень интересный. Запах хороший. Ой, хороший запах. Запах классный. Ой. Даже такая лёгкая, такая ароматная хмелёнка. Такая где-то там... Цветочность такая. Да. Европейские хмеля. Скорее всего, жакетский. Жакетский. Ну, что-то нормальное для жакетского. Нет? Ну, может. Сладок, может. Сладок более вдашный такой. Цветочки. Цветочки, травы луговые. Очень, очень хорошие. Вообще никаких... Ну, попробуйте. Не знаю, в конце что-то. Что-то мне в конце не нравится. На выдохе. В выдохе как... Затклась немножечко, да? Что-то мне не нравится. Как будто солод какой-то реже лой был. Ну, типа того, да. Старенький солод, да? Ну, не в хмеле дело. И не в выдержке. В запахе этого нету. Нет, в запахе в этом нету. Вкус такой, без особой горечи. Чуть-чуть горчинка присутствует. Не, ну, мне в конце не нравится. Или какая-то затхлость. Или какая-то... Затхлость какая-то. Аптечки нету никакой? В конце? Не затхлость. Ну... Теперь, в принципе, питьевое. Слушай, давай цинка ставить, чтобы было проще. Чтобы я свое слово отставил. Это и свое. Так будет проще. Давай по пятибалльной шкале оценивать. Цвет хороший. Запах хороший. Вкус хороший. После вкус я немножко подкачал. Как-то так. Я бы четверочку с минусом поставил. Ну, так и. И, и, короче, тоже. Мотор, камера. Да, 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 поднеслась. Германия у нас так. Германлагер Хуппендофер. Это да. Хуппендофер. Хуппендофер, очень хорошо название. Пуффиндуй. Пуффиндуй. Хаппуфафф. Гриффиндуй. Короче, какой-то. Да, короче, один из факультетов. Сейчас змей переводится. Понеслось. Давай. Темно-золотистый цвет. Да. Прозрачный. Да. Все хорошо. Неплохо. Запах хороший. Цветочки. Немножко навоза. В конце. Как хотел сказать. А в конце-то есть. Чуть-чуть. Луговые травы. И коровка такая. Да. Где-то коровка была. Альпийское взгорье такое. Травки. Все хорошо. Цветочки. И коровка прошла. Да. Так, оп. Лепешечку. Кизячок. Да. Да. Есть. Вот в конце. Реально какие-то чуточки есть. Водя неистость. Плоское тело. Объема нет. Ну, такое питьевое, легкое. Горечи нет. Пить можно смело. Кто любит с налетом фармхауса. Такого. Вначале. Да. Немножко животные пожевали траву. Ну, да. Ну, в конце. В конце. Слишком все просто. Сразу говорю. Такого. Ничего удивительного. Руечка. Запах, да. Неплохой. Такой интересный. Можно что-то найти свое. Да. Нокхельферлагер. Немецкий. Немецкий? Нет. Немецкий лагер. Вот такой немецкий лагер. German pills. Оу, yeah. German pills. Шабаш. Вырваем. Туши. Ну, цвет красивый. Как всегда. Блестящий. Золотистый. Очень хороший цвет. Цвет хороший. Да, хороший запах. Хороший. Медово-цветочный. Да, медово-цветочный. Очень. Очень ровненько. Мед. Цветы. Как пасека на лугу. Прям вообще попал. Угу. Коротки никакой. Ну, я ожидал от German pills горечи побольше. Тут прям нету горечи. Вообще нету горечи. Вообще нету горечи. Такое вот питьевое пиво. Вот можно литровыми кружками. Запах такой многообещающий, а на вкус... Не, ну это очень просто. Да не, понятно, но знаешь, мы сейчас до этого пили все-таки, ну, более так раскрывающие в конце. Ну, это вот просто легкие-легкие-легкие. Тела нету такого. Легкое тело очень... Неплохо. Неплохо летнее питьевое пиво. Да. Такое вот... Хорош. Пить, да, на вечерок очень хорошо. Хорош, простенько. А что это за аккумулятивный? Заряжай. Медовый медведь. Нет, ну, картинка прикольная. Да, медовый медведь. Картинка прикольная. Медовый медведь, родинный пивовар. В смысле, семейная пивоварка? Ну, да, какая-то. То есть, я даже не знаю, что это за пивоварня. Раду сказал, на пивоварне заехал и убрал. Подожди, давай, я почитал, это гостиница пивоварня. Ну, может быть. Вот это? Проезжал, да, и прямо на пивоварне купил. Тут даже дрожжи есть. Да, есть. Понеслась. Мутничок, да, с дрожжами. Ну, чистенько, чистенько. А мед? И мед, и мед есть. Сладкий запах. А карамель, вот это такая, что это? Больше ничего не чувствую. А я карамель не чувствую? Хмель не чувствую. Да, хмель не нет. Трава, трава какая-то. Трава и мед. Довольно сухое. Оно не сладкое. Довольно сухое, такое питьевое. Да, необычно. Баклажку можно посадить. Ну, на то оно и так и выдается в руки. Необычно. Травянистый. Сейчас, подожди, пошукам. Травянистый медовый запах и легкое такое сухое тело. Горечи нету. Все-таки травяныстый больше. Ну, такое, да. Слабостей нету, горечи нету. Ну, такое. Легкое необычное. Легкое. Но мед не выпирает, да? Запахи. Трава и мед. Два представителя пивоварнии. Фердинанд. 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 Лежак светлый премиум и лежак темный. Все лежаки. Да. Я думаю, со светлого, да? Черныш, да, на потом. Да. Фердинанд. Светлый лежак. 12-ти процентный. Это 11-ти. Темный 11-ти процентный. Ну что? Поднеслась. Фердинанд. Фердинанд. Пузыри, пузыри, пузыри. Да, 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 да. Там походят. Хорошие пузыри. Да, по всей бутылке такие. Матерый. Премиум. Премиум. Цветлый лежак. Ну что? Золотистый цвет. Да, да, да. Таня явно что-то показывает, что что-то не то. Какой-то ремень консервой пахнет. Да ну, колбаской. Вырубай. А что, это первый раз я так? Колбаской прям, думаю, я думаю. Бурборской. Какой-то... Ну да, копченостей какой-то. Что-то такое. Ну это же может с добавлением копченого солода. Ну не знаю. Не знаю. Светлый лежак. Премиум. Ну копченостей выдает. Фильтрованный, пастеризованный. Нет, ничего такого не написано. Давай-ка название. Координант или жак свежий премиум. Ничего такого копченого здесь нету, но явными какими-то... Какой-то консервацией. Ну, первый раз такой запах необычный. Он не особо привлекает. Ну, он и на ДМС не похожий. Понял, как вот... Ну, он не раздражает. Я понял тебя, что ты... Ну, нету там попкорна, кукурузы, капусты. Да нету такого. Ну, я не могу сказать, что это какой-то рогер-гер, ты понимаешь. Непривычно. Не было еще такого запаха. То есть, ни цветы, ни солод, ни мед. Какая-то консервация... Мясная. Мясная, да. Именно колбасная какая-то. На выдохе тоже самое. Не чувствую. Нет, на выдохе я же нажимаю. Солодовости не чувствую, хмеля не чувствую. Нету никакого. Копченого. Горечи нету, копченого, ну, нету ничего такого. Кислинка. Ну, копочка какая-то или уже просроченная, не знаю. Это нет. Десятое, десятое, двадцать первого. Дактильные? Да. Ну, как бы... Что-то не то. Нет. Координалт нет. Извини, братан. Этикетка была крутой. Ну, да. Итак, братан Фердинанд, у тебя есть возможность исправиться. Как раз черное, то, что я люблю. Смотри, смотри, смотри. А, чё? Не, не дошел. Ну, пошло, пошло. Не дошел. Да не, он не пойдет. Не. Чуть-чуть. Может, и вывезет, но ждать не будем. Нервы дороже. Ну, что? Ну, темно-темно-светлый. Ну, прозрачный. Ну, прозрачный, да. Даня, опять подойдет сзади. Ну, опять что-то не то. Ну, чувствуется, да. Да, же жерный соло как бы добавили. Соло, да. Корочка какая-то. Но все равно... А теперь какая-то рыба консервирована. Консерва сидит, зараза, сзади. Солус. 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 Может, соевый, да. Чё-то такое. Чё-то не то. Кстати, благодаря Дане надо добавлять новый этот... Ну, не надо. Описание нового по пиву. Фердинанд, братан, что-то с тобой не так. Ну, и на вкус не то. Виктор. Нет. Вообще трэш. Вообще трэш. Был последний шанс этот трэш. Водянистая, плоская. А в конце вообще? А потом жженка какая-то. И с консервой какой-то. Нет. Вообще. Завершение не очень. Вообще, да. После флека. Неправильно. После флеку это... Надо флеку было заканчивать. Ну, да. Я ведь не буду. Да. Ну, как-то вот так вот мы закончили с лагерами. Давай все сюда поранжируем, что у нас получилось. Ну, как-то так. Итак, друзья мои, вот такая вот у нас дегустация. Вот такой рейтинг у флеку. Безусловно. Вообще просто. Беспорно, как говорят. Беспорно, да. Это шикарно. Подожди, а это что-то на второе место поставил? А почему нет? Ну, оно же обычное. Ну, обычное. Оно вот тут. Вот тут реально. Вот так. В общем, в общем ряду. Ну, это же пойдет, правильно? Ну, вот так, да. Они вот так. А, они вместе? Да. Все, я понял. То есть, безупречный лидер, хорошая классика, ничего не можем сказать, к употреблению можно употреблять без зазрения совести. Не стоит. Не стоит. На наше усмотрение. Да, да. Я его покупать не буду. Может потом попробую еще раз для достоверности проверить. Ну, как бы так. Вот такой вот анализ чешского немецкого пива. Очень мне понравилось. Очень. Мне интересно, какой у нас дальше будет. Да. Какая серия вторая. Да. Ну, а потом мы отберем еще там следующее. Что там у нас есть? Мартовское какое-то пиво. Да, да. Там такой. Келлер Берли, Дункель Вайт. Короче, там намешано. Ну, будем уже как-то компоновать. По фактам. А в конце у нас будет бельгийский трепеля. Ну, там уже будет выход мой. Я буду молчать. Да, я буду говорить. Так что, друзья мои, спасибо, что были с нами. Вот наши рекомендации, как бы, ну, на наш вкус. Да, да, да. Только на наш. Я напоминаю, кстати, что у нас в Одессе 20-го и 20-го до 23-го. 20-е, 21-е, 22-е, 23-е. В августе будет фестиваль в Дюковском парке. И мы вас всех ждем, чтобы попробовать отличное, шикарное украинское пиво. Мы будем там и ждем всех с удовольствием. Ну, а пока. Пока. Пока-пока. Пока-пока.